сейчас проверим нет трансляции так на все звук есть картинка есть так все там звук выключаю народ всем привет с вами алексей гончарол решил провести трансляцию нашу не записывать видео и в этом видео попрошу у вас помощи помощи и совета нужен будет совет зрителей ну кто может быть сталкивался кто знает с тем чтобы короче как это сделать если вдруг кто сталкивался с этими самыми с эпоксидной смолой или что-то в этом духе значит в чем суть сейчас я в чат отправлю этот самый ссылку на плейлист с этим самым со всеми видео со всеми видео по струйным картриджам и принтера hewlett packard короче вот у меня есть этот принтер наверняка вы видели этот самый видео с ним значит есть вот этот картридж который я когда-то покупал и комплект картриджа который тоже когда-то покупал и ни один из них не вставил вот и есть также уже два года стоит нераспечатанным набор снпч для этого принтера тоже хотел распечатать показать вам все запаковано стоит покупал короче 480 гривен до 480 больше двух лет назад и все потому что вот эта зараза картриджа hewlett packard они очень быстро сдыхают ну и попытаюсь вам рассказать значит в этом видео о своих мыслях по поводу того почему они сдыхают и из-за чего так происходит значит кто будет смотреть записи оставляйте комментарии под видео видео естественно останется на канале вот возможно у вас будут свои идеи значит в чем нужна ваша помощь и в чем нужна подсказка подсказка нужно в том что может кто-то знает и сталкивался кто знает как сделать жидко эпоксидную смолу то есть чтобы эпоксидная смола могла пройти сквозь вот такой тоненькую иголку это инсулиновый шприц в аптеку зашел сказал дайте мне шприц самой тонкой иглой вот ну они мне сказали что инсулиновый шприц это самая тонкая игла типа тоньше нету ну поэтому дали мне такой шприц короче вот значит суть в том что как сделать эпоксидную смолу чтобы она была такая жидкая практически как вода чтобы она могла пройти сквозь такую тонкую иглу вот либо может какой-то есть состав специальный там типа компаунд какой-то или еще какая-нибудь штука которая используется для изоляции элементов на платах там в электронике там когда заливают плату каким-то составом что он как компаунд называется или как ну я не специалист этим не сталкивался да кстати кто смотрит напишите в чате как там звук картинка нормальная вроде проверял нормально сижу возле роутера то есть роутер он там булочки но на всякий случай вот значит чем расскажу короче историю как я пришел к этому выводу и с чем случилось значит этот картридж 1 не зря я у него отодрал шлейф то есть он такой оторванный в таком страшном непонятном состоянии сейчас возьму увеличительное стекло значит как все началось принтер этот я купил уже давно то есть он куплен у меня по-моему еще в 2013 году еще то около того покупал я его на тот момент он стоил ну это 1050 а сейчас попытаюсь ну вот модель 1050 а то есть это этот самый ну мфушка короче сканер и принтер струн вот вот этот картридж отработал ну не знаю ну страниц 200 ну 300 максимум и как он сдох то есть если кто-то пользовался принтерами я вам сейчас историю расскажу возможно возможно у вас происходило то же самое значит его заправлял несколько раз после очередной заправки оставил в принтере и принтер стоял там какое-то время то есть принтер был заброшен но я не пользовался короче так прошу прощения за мой голос за то что буду там издавать не очень звуки потому что приболел вот отхожу еще не до конца выздоровел что-то что-то здоровье подвело короче принтер стоял и после того как он стоял картридж был заправлен я включаю принтер и он начинает моргать но в плейлисте которым ссылку ссылку скинул в чат там в плейлисте есть этот самый видео на сброс ошибки картриджа то есть вот он вот это видео заглавное одно из самых популярных видео на канале возможно вы его видели вот каким-то чудом не удалось значит этот картридж заставить работать вот то есть он работал но интересная ситуация происходило то есть в принтере есть каретка ну то есть на которой картриджи двигаются и когда принтер готовится к выключению то есть он останавливается каретка паркуется тот момент когда он паркуется вот здесь снизу закрывается такая как резиновая ванночка это резиновая ванночка закрывает вот эту печатающую головку и все и по идее в таком состоянии когда головка запарковалась то есть картридж стал на свое место то в таком состоянии принтер и картридж по идее могут стоять бесконечно долго потому что по идее вот эта вся система которая закрывает печатающую головку она должна быть герметична и чернила не должны и выходить. И в таком состоянии принтер может стоять сколько угодно долго. Но, после того, как принтер простоял, я картридж достаю. А вот чернила доходят аж вот до этого уровня. То есть, они доходят до этого самого, до состояния высших контактов. И после того, как в таком состоянии я его вытащил, он отказался печатать. Я его заправил, он отказался печатать. Сразу выдал ошибку то есть начал моргать ну думаю ну что ж ну сдох значит картридж купил второй то есть второй сейчас стоит в принтере сейчас я его достану так чтобы вам было видно так как этот фонарик включить включить вспышку чтобы вам было виднее так если у вас кстати принтер другой модели ни в коем случае не пытайтесь делать как я то есть вручную доставать картридж без включения принтера потому что вы у себя можете принтеру рубить начну этот картридж который уже куплен и вот смотрите та же самая ситуация то есть залито все чернилами вот это место чернила кругом и он тоже выйти грубо говоря вот так самое интересное такси с ним телефон попробую вам показать резиновую каретку который он говорил которая закрывает закрывает печатающую головку потом она стоит да вот видите вот ее сейчас хорошо видно вот она резиновая штучка это резиновая штучка то есть их две таких штучки 1 1 для черного картриджа там чуть дальше для для цветного картриджа вот и они получаются прошу прощения за то что кашля и вот эти резиновые подушечки они закрывают печатающую головку то есть картридж когда вы заезжает на свое место заезжает и вот и удастся мне вам показать или нет неудобно ну короче подушка это закрывает прижимается вот к этому к соплу к стороне дюз из которых вылетают чернила и эта подушка резиновая как ванночка такая она должна эту всю систему герметизировать так сейчас достану цветной картридж который тоже сдох ну и сейчас вам попытаюсь дальше объяснить что произошло после всех этих мытарств когда я купил вот этот второй черный картридж вот этот 122 самое интересное что по прошествии времени ситуация абсолютно повторилась так это камеру телефон поставил штатив чтоб не держать ситуация абсолютно повторилась точностью одну один в один грубо говоря то есть картридж стоял был заправлен я им не пользовался и по прошествии времени после того как он стоял я включаю принтер все картридж сдох он начинает моргать вот этим индикатором который показывает типа там что уровень чернил на самом деле это индикатор который говорит о том что картриджу все картридж ему хана прошу прощения вот и с тех пор когда я вот это понял что произошла точно такая же ситуация я понял что что-то здесь не то и значит вот этот комплект который я купил он уже валяется у меня год я снимал видео распаковки то есть ссылка будет в плейлисте я его так и не ставил а все почему значит я пришел к выводу к такому и этот вывод у меня подтвердился значит сейчас покажу вам скриншоты на экране возможно будет видно значит скриншоты наткнулся случайно искал в этом самом так сейчас выключу вспышку скриншоты которые рассматривал значит искал в интернете информацию вот а наткнулся этот самый на эту информацию случайно на одном из сайтов то есть вот видно головка крупным планом это цветной цветной картридж совершенно на случайном сайте но этот картридж 121 то есть картридж предыдущей модели то есть это 122 а это головка 121 картридж и получается значит на одном из видео это вот головка крупным планом моего картриджа который то есть видите вот здесь вот вот эта блестящая штука это то есть это сама печатающая головка то есть вот эта часть блестящая значит вот это оранжевая это шлейф вот черная ну и соответственно чернила и значит сейчас покажу вам еще так где-то я делал скриншоты это заготовки делал для картинки которую сегодня вам показывал вставил это значит посадочные места для картриджа куда он вставляется в принтере это цветной картридж тоже крупным планом и я не знаю если вы зрители внимательные обратили внимание может не обратили но сейчас я вам подробнее расскажу покажу в чем чем проблема какому выводу я пришел так сейчас где-то скриншоты сейчас из этого а вот скриншоты из видео значит это видео там какое-то старое видео где человек заправляет картриджи ну там короче не помню к сожалению потерял это видео добавил у кого-то в ссылку закладки и короче посеял и после того как увидел это видео уже там в своих догадках окончательно утвердился значит все в чем проблема проблема вот в этой заразе в этом шлейфе то есть шлейф по которому приходят электрические сигналы на сейчас прервемся одну секунду прошу прощения что-то меня кашляет уже не расходитесь прошу прощения потому что со здоровьем что-то не до конца еще прошел себя в общем на чем я остановился пришел к выводу о том что в поломках картриджа виноват шлейф значит что сделали инженеры на заводе значит эта мысль меня натолкнула на именно видео в котором я увидел как человек заправляет картридж и вот так он показал головку только именно печатающую головку именно черного черного картриджа то есть не цветного а черного и после того как я увидел тучу с видео не понял что то здесь не то они ту это то что сделал завод производитель то есть как заставить нас платить больше за вот эту вот ерунду за вот эту крохотную коробочку значит чем проблема сейчас попытаюсь показать крупным планом так сейчас включу вспышку чтобы лучше видно так возьму сейчас этот тоненький шприц с ним будет лучше видно значит показываю вот эта блестящая часть это сама печатающая головка вот это желтая это шлейф то есть электрические контакты которые приходят на печатающую головку здесь если присмотреться есть такие полосочки полосочки это ну ряды отверстий дюзы из которых вылетает струи чернила а вот вокруг печатающей головки от видите есть такой как бы белесый слой под шлейфом белесый слой это некий компаунд либо либо как она называется ну короче такая штука типа клея то есть жидким он наливается и потом изолирует контакты то есть грубо говоря шлейф приклеивается к печатающей головки вот здесь видно он здесь хорошо проступает то есть вот этот розовый вот здесь вот здесь и белесый слейф вошли след вокруг это цветной цветной картридж 122 он у меня тоже сдох а теперь смотрим на черно-белый картридж как видите здесь вот этот слой есть только вверху и внизу а вокруг вокруг самого этого самого вокруг печатающей головки нет ничего то есть получается что завод сделал они просто убрали слой компаунда которым изолировали шлейф от печатающей головки все и вот как вы можете понимать то есть затраты на изготовление всего принтера то есть надо сделать эту хлебницу там куча моторов механизмов схемы электроника там и так далее так далее и соответственно какие затраты на производство картриджа они картриджи шлепают миллионами причем я когда искал информацию на эту тему залез на этот самый на официальный сайт hp hewlett packard влазил там по их сайту у них там целый раздел о том как они рассказывают как они печутся об экологии как они там заботятся об охране окружающие сайды и какие у них там линии как они все там разрабатывают для того чтобы картриджи эти легко перерабатывались вот они их миллионами клепает и миллионами перерабатывает то есть а картриджи по сути их можно заправлять они могут работать вечно потому что это печатающая головка если не печатать на картридже без чернил не пытаться его печатать когда он пустой либо когда он засох чернилами это головка она же охлаждается там нету движущихся частей если чернила нормальная то есть который подходит под этот карте может печатать фактически вечно грубо говоря самое главное не заставлять на нем печатать пустым ничего не сделали чтобы значит мы чаще покупали мы с вами дурочки такие чаще покупали вот эти вот эту заразу значит вот это картридж который я купил второй черный после этого как он не сдох он не обошелся 390 гривен или 290 короче неважно 300 гривен весь принтер стоил 400 да это было давно на тот момент по 4 400 гривен это было там сколько почти 50 баксов да вот сейчас этот за 300 гривен там деньги естественно рина немножко обесценилась а этот комплект уже мне обошелся почти 700 гривен то есть уже две цены карты две цены принтера и понятное дело что при цене принтера 400 гривен когда покупаешь картридж тоже грубо говоря за 400 гривен так на хрен такой принтер нужен правиль и получается также извините получается так что картриджи они вроде как одноразовые хотя они могут работать ну и нас заставляют их покупать то есть их сделали физически одноразовыми короче что они сделали они убрали просто-напросто вот эту изоляцию компаунда вокруг печатающей головки пытаюсь вам показать то есть вот печатающая головка блестящая и вот здесь под шлейфом нету ни-че-го то есть вот один кусочек компаунда и вот здесь второй кусочек компаунда залито это все только те части сейчас попытаюсь вам показать но через линзу пытаюсь вам показать значит вот внизу и вверху белесая такая вокруг блестящего это как раз части компаунда которые заливают контакты которые входят в саму печатающую головку а вот здесь вокруг вот этого блестящего прямоугольника ничего нет и получается какая ситуация вот картридж стоит это его рабочее положение сюда приходит вот эта подушечка которую он показывал там отмотаете назад заглядывал телефоном внутрь принтера резиновая такая штука которая закрывает печатающую головку если бы эта печатающая головка была полностью герметична вместе со шлейфом то чернила бы не выходили там бы образовалась такое как это как же она называется ну когда равновесие из испарений и воздуха и вот эта полость маленькая надпечатающая головка она бы сохраняла чернила не бы не вытекали не и не засыхали а так получается что здесь есть зазор между печатающей головкой и шлейфом то есть вот вот еще видят я ногтем залез в эту щель вот даже вот чувствуется что вот я пытаюсь отогнуть вот и через эту щель чернила начинает вытекать соответственно они когда вытекают я вам рассказывал начале что я когда достал принтер у меня был под чернила вот аж аж по вот эту высоту шлейфа контакты в шлейфе были в этом самом чернилах все было в чернилах мне даже пришлось лезть вот туда в принтер и чистить вот эту контактную площадку то есть видите вот вот эту штуку то есть вот там аж были эти самые чернила то есть вот те места куда вставляются картриджи на контактных площадках там были чернила то есть представляете но это катастрофа 1 на самом деле если происходит такая ситуация с этим самым с как он называется с спринтером то есть надо чтобы там было чисто не было никакого загрязнения вот но это пол беды если бы допустим там чернила вытекали и так далее на самом деле получается следующий момент после того как чернила протекли туда они попали под шлейф они то ли разъедают шлейф то ли со шлейфом что-то происходит короче в этом шлейфе происходит замыкание то есть вот эти дорожки которые приходят на печатающие дюзы вполне возможно что там ну понятное дело что если там 600 точек на дюйм картриджи шанс двигается быстро то есть количество импульсов там несколько сотен на той тысяч в секунду потому что количество точек большое соответственно количество капель большое то есть токи высокой частоты эти токи высокой частоты пусть они там и маленькие то есть эти сигналы импульсы которые приходят на печатающую дорожку они проедают вот эти токоведущие части в шлейфе и возникает замыкание и все и как только замыкание произошло все картридж до свидания принтер выдает ошибку отказываются печатать и картридж можно выбрасывать потому что шлейф не изолированный то есть вот здесь есть щель вот я пальцем туда лезу попытаюсь вам мукой показать так ну вот видно вот она это щель вот она сейчас попытаюсь на фотографии показать этот идеем показывал фотографировал ну вот видите то есть вот она это щель вот эта щель вот она она ничем не залирует вот шлейф вот печатающая головку от нами даже видно чернила проступает. Вот вверху часть компаунда, вот видно эти полосочки, приходят эти самые контакты в печатающую головку. Они обходят с другой стороны, и вот они с другой стороны заходят в печатающую головку. Вот это вот все залито каким-то компаундом. Вот. Если бы это было залито компаундом вокруг головки, то ничего бы этого не происходило, и картридж бы работал, работал, работал. Что, собственно, и происходит с картриджами 121, то есть картриджами ранних выпусков. Вот, то есть на картриджах ранних выпусков, там вот эта изоляция еще была, и они работают, работают и работают. То есть люди их заправляют, и картриджи продолжают печатать. Я больше чем уверен, что вот этот 122 картридж, ну и все, кто после них, они тоже сделаны под такой технологией. То есть у них нет вот этого изолирующего. Сейчас попытаюсь вам даже показать. Короче, и в чем суть, в чем идея вот этого всего безобразия, в чем я вам рассказываю. Вот новый картридж, он еще даже не распечатан. То есть я его не распечатал. То есть тоже видите, вот внизу капелька, извините, вверху капелька и по бокам ничего. Короче, я что хочу. В чем нужен ваш совет? То есть вот самая тонкая иголка, которую мне удалось найти, это инсулиновый шприц. Значит вот сюда, через вот эту щель между печатающей головкой и шлейфом залить вот это все пространство, то ли эпоксидкой, то ли каким-то компаундом, то есть заполнить вот этот зазор. Загерметизировать вот это все, потому что вот я иголку, видите, вот она, вот она проходит и вот под 45 градусов, то есть она выходит вот сюда, вот в эту полость. Вот видите, все, вот здесь нет никакой изоляции, вот пожалуйста. И вот это все надо заизолировать. И когда мысли ко мне эти пришли, я начал отдирать шлейф, то есть посмотреть, что произойдет. Ну шлейф он достаточно крепкий, вот, но видно, то есть я его когда отдирал, то здесь видно, что голый металл. То есть вот лак есть, но лак остается. Вот, то есть лак вот этот на шлейфе, он не крепкий, он не сказать, что он там прям супер-супер, там надежный и так далее. Вот. То есть нужно что-то такое по составу, как эпоксидная смола, чтобы она зашла. Вот. Значит, сейчас попытаюсь найти вам быстренько видео. Мне там один человек написал комментарий к видео, когда я делал распаковку. Сейчас попытаюсь вам показать. Так, вот здесь, по-моему, делал не... Да, вот здесь человек написал. Сейчас. Так, сейчас выключу вспышку, чтобы лучше видно. Есть вот какой-то Алекс Прокопьев. 11 месяцев назад. Но это в том году, когда я делал это видео о распаковке. В интернете уже есть ответы. Пока есть ответы. Покрывают лаком, изолируют шлейфы. Можно лаком для ногтей. Внутри губка усеченная с перегородками, да. Если есть возможность найти хп-21 и хп-22 б.у. От них можно взять большие губки, выломать перегородки. Будет картридж побольше или поставить из МПЧ. Но это пока про перегородки я знаю, но меня интересовал вопрос по поводу вот этой изоляции лаком. Ну, я ему написал, может, у вас есть ссылка, но человек так и не ответил. Вот. Поэтому, возможно, у вас есть у кого-то такие советы, подсказки и так далее. Можете что-то посоветовать в плане того, как сделать жидкой эту самую эпоксидную смолу, чтобы она пролезла через такую тоненькую иголку, чтобы можно было через вот этот инсулиновый шприц ее набрать и заполнить вот эту щель. Вот. Если у вас есть какие-то идеи, ну, мало ли, может, вы сталкивались, может, находили видео, может, находили какую-то статью в интернете, может, на каком-то форуме видели подобную статью или что-то в таком духе. Вот. Я, естественно, если это все получится, потом запишу видео, и будет, ну, такой способ, как сделать эти картриджи неубиваемые, чтобы они работали долго и не приходилось их покупать. Потому что, ну, опять же, C-принтер стоил 400 гривен, а вот эта зараза стоит комплект 600 гривен. Ну, сами понимаете, что какой же смысл в таком этом самом, в таком картридже и в такой печати. Причем же самая проблема в том, что делать это надо, то есть попытаться изолировать это надо тогда, пока картридж еще не использовался. То есть пока он чистый вот здесь, пока здесь не было следов чернил, то есть пока там сухо и пока не было чернил. Потому что как только туда попадут чернила, они туда в любом случае попадут. Вот. То потом уже вопрос гидроизоляции вот этой, ну, то есть закачки туда чего-то такого. Это уже под большим вопросом, но под большим сомнением. А проблема еще вот с этой фигней в том, я сейчас попытаюсь вам показать. Опять же, в конструкции самого принтера. То есть я думал, может быть даже гельметик туда закачать, может еще что-то. Сейчас вам объясню, кто он в курсе. Вот видите, такой резиновый язычок. Где он? Вот он. Вот видите, его пальцем шевелят. Вот он. Этот язычок нужен для того, когда картриджи ездят. Сейчас я их вставлю. То есть когда картриджи в каретке, извините, ездят туда-сюда, но этот язычок поднимается. Ну, то есть он даже цепляется. Видите, вот он проходит по головкам картриджей. Вот этот язычок. Вот этот. Этот язычок нужен для того, чтобы снимать излишки капель чернил, которые могут оставаться на головке. Проблема в том, что если, допустим, туда налить что-то жидкое, ну, мягкое, типа там, какого-то герметика, то вполне возможно, если герметик вылезет каким-то образом, этот язычок размажет. Извините. Язычок размажет и может забить печатающую головку. Головка просто тупо перестанет печатать. Поэтому надо что-то такое, ну, что было бы твердое и, грубо говоря, неподвижное. Вот. Возможно, кто-то из вас, то есть, ну, опять же, еще раз повторю, в чем суть моей просьбы, моего вопроса к вам, к зрителям и к подписчикам. Может, кто-то из вас может мне что-то посоветовать и подсказать. То есть, либо сделать жидко-эпоксидку, либо, может, вы знаете, сталкивались кто-нибудь из вас с каким-то там компаундом, которым, ну, грубо говоря, вот такого типа, которым заливают, то есть, он жидкий изначально, которым заливают контакты, либо какие-то компоненты. Нет, компаунд при заставании станет твердым и, соответственно, не пустит к себе влагу из чернил. Короче, вот такая вот ситуация с этими картриджами. Вот. Собственно, что хотел вам рассказал, что-то меня душит кашель, поэтому видео, естественно, останется. Если вы видео посмотрели до конца, поняли суть проблемы, ну, об этой проблеме я уже упоминал в этом самом видео про распаковку этих самых, про распаковку вот этого комплекта. Опять же, это видео есть в плейлисте. Ссылка на плейлист в описании этого видео. То есть, в этом плейлисте есть видео про распаковку этого набора. Вот. Там я же упоминал об этой ситуации. Короче, если вы можете что-то посоветовать, может, где-то встречали, пишите комментарии, типа, там, если видели какое-то видео, там, допустим, как приготовить такой состав, оставляйте ссылки. Вот. Ссылки попадут в спам, ну, я посмотрю. Может, где-то читали на форуме, напишите, на каком форуме, там, либо ссылку, что... Потому что я с этой ситуацией не сталкивался, там, с такими составами, с такой, там, или обработкой электроники и чего-то подобного. Поэтому, может, ищу просто не там. Может, не знаю, как искать, может, не те параметры для поиска задаю и так далее. Вот. Самое главное, ну, самое интересное, что подобной информации, кроме того комментария, который я вам показывал, что человек написал, типа, лаком для ногтей, я нигде в интернете не встречал. Вот. Ну, лак опять такая же штука опасная, что лак может разъесть сам по себе, потому что в лаке же присутствует, там, какой-то растворитель может разъесть вот эти дорожки этого шлейфа. И кто его знает, как лак будет себя вести со всей этой билибердой. Вот. Поэтому, если у вас есть какие-то мысли, какие-то подсказки, какие-то советы, вот, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Вот. Либо укажите источник, где вы там случайно встречали. Вот. Видео, естественно, оставлю на канале. Вот. Пусть народ смотрит. Может, кому-то моя идея в какой-то конторе, которая занимается, там, ремонтом картриджей. Вот. Может, у таких контор, кто, если случайно посмотрит видео, есть какая-то подсказка, могут подсказать. Вот. Я, естественно, если что-то вы подскажете, там, ну, я находил в интернете видео, там есть советы, типа, как эпоксидку сделать жидкой, там, разбавить ее растворителем, либо спиртом. Ну, вот. Но это надо тестировать, потому что, естественно, все эти самые эпоксидки разные, у них разные затвердители. То есть, тут ей надо буквально, там, две капли. Ровно две капли. То есть, одну каплю в эту сторону и одну каплю в другую сторону. Чтобы вот это все дело заполнить и заставить эту штуку стать герметичной. Кстати, в интернете я тоже находил там статью по поводу эрозии самой печатающей головки. То есть, если чернила неоригинальные, либо они неправильно подобраны, или как-то там картридж заправляется не тем, что надо, то в самой печатающей головке, там, внутри, во всех этих элементах, которые печатают, ну, микроскопических этих пьезоэлементах, которые выстреливают чернилами, там происходит эрозия. То есть, вот эти микроэлементы, они разрушаются. Вот. Такое я тоже встречал в интернете. Но, я думаю, чтобы такая эрозия начала происходить, этот принтер, этот картридж должен напечатать несколько тысяч страниц. А если он напечатал 300 страниц вместо тысяч, какая там может быть эрозия, правильно? То есть, грубо говоря, просто нас с вами разводят на покупку вот этого дерьма одноразового. Причем, знаете, что хотел сделать? А ну, давайте сейчас. Сейчас при вас попытаюсь его вскрыть. Вскрыть ему башку, посмотрим. То есть, я вам просто на реальном примере, все равно, у картриджа уже хана. То есть, на реальном примере посмотрим, что внутри этого картриджа пустота. Сейчас. Так. Делаем ножик. Так, сейчас будут удары, не пугайтесь. А там уже не видно, да? Так, надо, чтобы вам было видно. Так, я сейчас возьму какую-то бумажку. Это бумажка с этого самого, с чего. А, ну, это про аккумулятор. Рисовал там рисунок. Аккумулятор. Да. Восстановление аккумулятора с зарядкой A220 с помощью диода. Так, пробуем. Не знаю, как у меня это получится. Потому что эта зараза так легко уж не сдастся, как обычно. Так, вот тоже сейчас не видно стало, да? Так. Нужно просто снять вот эту крышку. Хочу снять просто, пишу внутри картриджа, там пустота. Причем это оригинальный картридж, который шел в комплекте с принтером. Не так-то легко это сделать, к сожалению. Так. А вот, пошло. Загрубилось это лезвие. Сейчас. Приклеена ж, зараза, хорошо так. На совесть приклеена. А внутри, кроме воздуха, ни черта нет. Я вам хочу это просто продемонстрировать. Что внутри, там довольно-таки воздух. Так. Сейчас сниму, что-то типа. Типа отвертки. Дим, хрен. Она уже хана, это мой картридж. Она уже ничего не поможет. Так, шесть человек смотрят. Напишите что-нибудь в чат. Чтоб я видел, что вы живые люди. Не просто у вас страница открыта, и все. Так, надо сейчас, сейчас одну секунду. Возьмем отвертку. Так, чтобы раскололять эту самую крышку. Она проклеена, наверное, еще и внутри, это зараза. То есть, не просто, но здесь по периметру, а еще и внутри. Или взять и срезать, что-ли, полностью. О, кажись, открыл. Сейчас будет самое интересное. Не разбежались в этом еще до конца. Сейчас будет самое интересное, что внутри. Доказательство того, что здесь пустота внутри. Просто пустота. Открывайся, что ты. Собака на свет божий. Так, надо еще глубже прорезать. Два человека смотрят. У меня крышка, она внутри еще проклеена. То есть, она с такой, ступенькой сделана. Открылась она. Почти открылась. Вот, пожалуйста, смотрите. Видите, какого размера губка. Там вокруг, видите, нет, это пустоту. А вот эта пустота должна заполнена быть всей губкой. Понимаете? То есть, вот что нам продают. Нам продают воздух. Вот так это все выглядит. То есть, чтобы вы понимали, это не какой-то глюк. То есть, это специально сделано пресс-форма. Это стоит автомат, который на этой пресс-форме шлепает вот эти корпуса. И вот сколько в себя возьмет вот такая крохотная губка. Видите, какая она крохотная? Манюми. Сюда влазит, ну, я не знаю, ну, 5 миллилитров чернил. От силы. А если была губка полная, то влазила бы миллиметров, миллилитров 20. Вот, пожалуйста. Вот вам доказательства того, как нас дурят. И рассказывают нам о том, что они переживают про эту самую, про экологию. Как перерабатывать эти картриджи. А на самом деле, вот. Причем вот этот картридж я покупал за 290 гривен. Вот этот жлобский картридж, которого хватает на 100 страниц максимум. Причем вот в этом же наборе, что я вам показываю, вот в этом же наборе, точно такой же жлобский картридж. А если картридж взять, в котором поролон на всю, вот эту, на весь корпус, то тот картридж будет стоить не 290 гривен, а 800 гривен. Чувствуете разницу? За воздух. Ну, короче, как-то так. Короче, ладно. Всем спасибо, кто пришел, кто смотрел. Опять же, под видео напишите ваши комментарии по поводу идей, о чем я вас спросил. Либо сделать жидкую эту самую, как она называется, жидкую эпоксидку, как вода, чтобы могла пройти сквозь вот эту тоненькую, тонюшенькую иголку вот этого инсулинового шприца. Чтобы можно было заполнить вот эту щель и загерметизировать печатающую головку от шлейфа. Чтобы на шлейф не попадали чернила и шлейф не вздыхал. Либо, может, вы знаете, как где взять или как искать, как купить вот этот что-то типа компаунда, который заливает вот эти такие вещи. В общем, вот такая вот ситуация. Короче, видео оставлю. Смотрите, кто будет смотреть записи тоже. Все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто пришел на трансляцию. С вами был Алексей Гончаров. До новых встреч. Пока-пока. Вот. Контента на следующий раз и полно. Ну, вот, ну, чтобы видео не монтировать. Короче, как-то так. Все. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока. С вами был Алексей Гончаров. Жмите лайки, колокольчики, делитесь ссылкой на видео с друзьями. Может, кто что-то сможет подсказать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok